Всем привет, друзья! Сегодня в этом видео мы с вами сравним два таких крепких середнячка. Samsung Galaxy S20 FE и новинку этого года, Samsung Galaxy A72. Интересно? Тогда погнали! Итак, начнем, как всегда, с цены. S20 FE, прошлогодняя модель, на старте продаж стоит 50 тысяч рублей. Samsung Galaxy A72, модель этого года, на старте продаж стоит 37 тысяч рублей. По дисплею и там и там установлена Super AMOLED матрица S20 FE на 6,5 дюймов, A72 на 6,7 дюймов. Разрешение и там и там одинаковое, 1080 на 2400 точек. Плотность пикселей в S20 FE 407, в Galaxy A72 393. И здесь важно отметить, в Galaxy S20 FE у нас дисплей поддерживает частоту обновления в 120 Гц, в Galaxy A72 дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц. Поддержка HDR и там и там HDR 10+. Защита дисплея в S20 FE Corning Gorilla Glass 3-го поколения, в A72 5-го поколения. Соотношение экрана к корпусу S20 FE 84,8% в A72 84,9%. Цветовой охват sRGB в S20 FE 95,7 в A72 98,7. Шим 227 Гц против 367 Гц в A72. Время отклика дисплея в S20 FE 2,8 мс, в A72 4,8 мс. Максимальная яркость дисплея выше в Galaxy S20 FE, но всего лишь на 1%. По высоте, ширине и весу эргономичнее у нас Galaxy S20 FE, а вот по толщине смартфоны абсолютно одинаковые. 8,4 мм. Защита от воды и пыли есть у нас в обоих смартфонах. Вот только в S20 FE стандарт IP68, а в Galaxy A72 IP67. Корпус Galaxy A72 у нас выполнен полностью из пластика, а S20 FE задняя крышка из пластика, рамка из металла. По доступным цветам у S20 FE здесь просто раздолье. Синий, мята, лаванда, оранжевый, белый и красный. А вот Galaxy A72 таким цветовым простором похвастаться, к сожалению, не может. Они доступны только в трех цветах. Черный, синий и лаванда. Переходим к сердцу наших смартфонов, а именно к процессору. В S20 FE у нас установлен Exynos 990 на 7 нанометров, техпроцесс. В A72 у нас Snapdragon 720G, техпроцесс 8 нанометров. Максимальная частота Exynos 2730 МГц, у Snapdragon 2300 МГц. Графическое ядро в Galaxy S20 FE, Mali G77. В Galaxy A72 установлено графическое ядро Adreno 618. Частота GPU у Mali 850 МГц, у Adreno 750 МГц. По объему ОЗУ смартфоны абсолютно доступны в одинаковых вариантах. Это 6,8 гигабайт памяти. Вот только тип этой памяти у Galaxy S20 FE LPDDR5, в Galaxy A72 LPDDR4X. И тут же разница по частотам. В Galaxy S20 FE частота памяти 2750 МГц, в A72 2133 МГц. По объему накопителей также полный паритет. Это 128 и 256 гигабайт версии. Вот только, опять же, по типу накопителей есть различия. Galaxy S20 FE, тип накопителя UFS 3.1. A72, тип накопителя UFS 2.1. Поддержка карт памяти есть и там, и там. И она абсолютно одинаковая, на 1 терабайт. Переходим к тестам производительности. Geekbench 5, одноядерный тест. И здесь полный разгром лидирует у нас Galaxy S20 FE на 69%. В многоядерном тесте, все еще печальней для новинки, здесь лидирует прошлогодняя модель на 104%. В Antutu Benchmark картина примерно та же самая. Здесь S20 FE разбивает A72 в пух и в прах на 96% быстрее прошлогодняя модель. По батарее, и там, и там, лити-полимерный аккумулятор у S20 FE 4000,5 мАч, у A72 5000 мАч. Поддержка быстрой зарядки и там, и там 25 Вт. Вот только в S20 FE есть поддержка беспроводной зарядки 15 Вт и поддержка реверсивной зарядки. Galaxy A72 такими функциями похвастаться не может. Но, несмотря на больший объем батареи в A72, время до полной зарядки 1 час 19 минут. В отличие от Galaxy S20 FE, здесь на полную зарядку придется потратить 1 час 39 минут. По тестам автономности возьмем веб-серфинг через Wi-Fi. И здесь, как ни странно, лидирует Galaxy A72 на 4%. По времени просмотру видео лидирует S20 FE на 13%. А по времени разговору через сеть 3G лидирует опять Galaxy A72, но уже на 20%. Переходим к камерам. Возьмем основной модуль. В Galaxy S20 FE он на 12 Мп, в Galaxy A72 на 64 Мп. Отсюда и выше, и больше разрешения фотографий в пользу Galaxy A72. Трехкратный оптический зум есть и там, и там. Вот только вспышка. В Galaxy S20 FE это Dual LED. В Galaxy A72 простая одинарная LED вспышка. Камеры и там, и там поддерживают 4K видеозапись. Вот только в Galaxy S20 FE есть поддержка 60 кадров в секунду, а в Galaxy A72 только 30 кадров в секунду. 10-80, S20 FE пишет 240 кадров в секунду, а в A72 60 кадров в секунду, что тоже не очень-то и плохо. Все остальные объективы на задней поверхности плюс-минус одинаковые. Вот только в A72 есть дополнительный макрообъектив на 5 Мп. Galaxy S20 FE таким функционалом похвастаться не может. Переходим к селфи-камерам. Здесь они обе на 32 Мп. Разрешение фото в S20 FE 3840 на 2160 точек. В Galaxy A72 6528 на 4896 точек. Апертура S20 FE 2 в A72 2.2. Фокусное расстояние и там и там 26 мм. Размер пикселя и там и там 0,8 микрон. Разрешение видео в селфи-камере Galaxy S20 FE 4K 60 кадров в секунду, а вот в Galaxy A72 только 1080, но 60 кадров в секунду, что тоже не очень-то и плохо. Из отличий по коммуникациям. Здесь у нас в S20 FE версия Wi-Fi 6, в A72 версия 5 и версия USB Type-C. В Galaxy S20 FE версия 3.2, в Galaxy A72 версия 2. Все остальное абсолютно одинаковое. В том числе и версия Bluetooth 5.0 и там и там. Что еще хотелось бы отметить, так это то, что в Galaxy A72 у нас сохранен разъем 3.5 мм джек. И отсюда вытекает еще один плюс. Для кого-то есть поддержка радио. Galaxy S20 FE такими фишками похвастаться не может. Ну и что ж, теперь давайте подведем итоги. Если смотреть по цене, то разница в 13 тысяч рублей. И честно говоря, я бы все-таки сохранил эти 13 тысяч. Все-таки на эти 13 тысяч можно купить какой-то начальный смартфон с неплохими характеристиками. 4.64 например, какой-нибудь Xiaomi, Huawei, да и даже Samsung уже выпускает свои не флагманы и не середнячки. С памятью 4.64 примерно за 13 тысяч рублей найти можно. Поэтому какого-то разгрома в характеристикам, да, там по производительности есть и в 100% и в 60%. Но я уверен, что на практике это заметно особо не будет. Тем более, что сейчас самое главное там для людей, например, камера. В A72 у нас сохранена поддержка 1080, 60 кадров и на задней камере, и на селфи камере. Поэтому, в принципе, рядовому пользователю, на мой взгляд, больше и не нужно. Мало кто записывает там 4К видео в 30 и тем более в 60 фпс. 10, 80, 60 кадров просто must have. A72 это поддерживает. И я считаю, что за вот такие функции переплачивать 13 тысяч рублей, ну, просто не имеет смысла. Тем более, защита от воды и пыли есть и там, и там. Да, там IP68, там можно глубже его, дольше погружать. Но и здесь у нас есть какая-никакая защита IP67. Поэтому, опять же, за что 13 тысяч рублей, не совсем понятно. Может быть, за дисплей в 120 Гц, но A72 у нас поддерживает 90 Гц. Это тоже не 60. Да, не так плавно, но все равно плавно. Поэтому, мое мнение такое, из этих двух я бы сохранил 13 тысяч рублей и выбрал себе бы Galaxy A72. Что бы выбрали вы? Напишите обязательно в комментарии к этому ролику. Я обязательно почитаю, мне это интересно. Также ставьте свои царские лайки, если вам понравилось данное видео. Ставьте свои не менее царские дизлайки, если по какой-то причине вам это видео не понравилось. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, все уведомления. Я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!